комментирует новый год он говорит ну что говорит друзья подошел к концу год крысы многие конечно спалились в этом году вот такая вот ситуация произошла и со мной ты гордишься тем что ты на время умер мне кажется ты согласившись на смерть предал свою аудиторию как это связано многие любили тебя и ты был для них лидером функция всегда было интересно за все время на чужбе не бывали ли конфликты на улице встретил нечаянно сторонников предателей и если были то расскажи пожалуйста думаю что были нет кстати ни разу не было так оба она рассолила алейкум брат год назад мы думали что тебя нет в живых множество сми включая известные телевидение информировали о смерти каково было тебе слышать и видеть подобное о себе алейкум ассаляму раутула ну во многом это было забавно потому что многие люди открылись по-новому я знаете вспоминаю всегда таких ситуациях вспоминаю персонажа из нашей раши его вот в этом в этом в этом этого персонажа зовут жорик вартан он типа там телеведущий на севка в тв и вот у него была одна миниатюра где он типа комментирует новый год он говорит ну что говорит друзья подошел к концу год крысы многие конечно спалились в этом году вот вот такая вот ситуация произошла и со мной когда написали о том что меня якобы убили многие спалились многие очень быстро поспешили поверить в это и стали комментировать эту новость как будто бы меня уже нет и вот ты будучи живым ты увидел как будут о тебе говорить некоторые люди если ты реально умрешь и поэтому многие конечно на этом спалились но хвала Аллаху это хороший опыт в том что ты гордишься тем что ты на время умер мне кажется ты согласившись на смерть предал свою аудиторию как это связано ведь многие любили тебя и ты был для них лидером мнений а как это связано то есть в чем предательство предательство это когда ты какое-то время был значит на каких-то убеждениях или с какой-то группой там страной и потом поменял то есть вот это предательство предал свои убеждения предал свою страну предал свою группу там то есть ушел от чего-то ушел к к чему-то другому это предательство и нет другого не бывает описание объяснение слова предательство это именно такое как как твоя смерть тем более которая никак от тебя не зависела то есть не не я ведь заявлял потому что меня убили я не я ведь обманул там свою аудиторию то есть как это может быть предательство к сожалению сейчас в Европе в некоторых странах Европы наблюдается очень такая нехорошая тенденция когда например во Франции могут откровенно игнорировать собственный закон где-то в каких-то странах там власти приходят явно такие права радикальные силы правые силы и сразу вот этот вот крен в правую сторону он ощущается именно на приезжих людях это ощущается на усилении полиции то есть страна моментально начинает превращаться в полицейское государство ты начинаешь чаще видеть на улицах полицию больше проверок уже какие-то просто встречаешь на дорогах там установлены автомобили шмоны просто там каких-то прохожих останавливают и всегда это конечно же в основном жертвами этого становятся приезжие мигранты и вот сейчас вопрос не в том хорошо это или плохо вопрос в том что мы находясь здесь живя в этих странах мы должны понимать все риски мы должны адаптироваться под эти условия и вот в данный момент во франции происходит очень такие печальные события когда смотрите вот как взаимосвязанные бывают вещи и насколько на это нужно обращать внимание все мы помним историю с обезглавливанием этого учителя вот представьте тогда значит произошел этот инцидент все кто были как-то связаны допустим с этим человеком с этим Абдуллахом Адзоровым они все естественно сразу же были кто там кого-то посадили кто-то кого-то депортировали в общем моментально вроде бы с этим моментом с этой историей разобрались но она на этом не заканчивается она имеет последствия и эти последствия они очень далеко идут иногда вы можете даже не ожидать не подозревать насколько далеко они уходят вот представьте вся семья его была депортирована потом отец этого парня дает интервью по-моему где-то в Турции где он в хорошем ключе отзывается о своем сыне затем это интервью у себя на своем инстаграм аккаунте на котором несколько тысяч подписчиков публикует человек живущий во Франции молодой парень буквально несколько дней его моментально арестовывают он какое-то время там сидит в тюрьме затем его освобождают но все он уже во всевозможные списки во Франции занесен он должен отмечаться и там вопрос лишь в том когда его депортируют то есть власти намерены этого человека депортировать вот смотрите вот здесь вроде бы связь прямая вопросов как бы не возникает но что происходит дальше вот этот вот парень который у себя опубликовал на своей странице это интервью теперь люди которые просто с ним связаны как-то которые с ним дружили может быть у него были прописаны может быть там какое-то время с ним где-то жили может где-то с ним встречались то есть правоохранительные органы Франции занимаясь вот этой личностью они выявляют круг общения этого человека и вот люди которые уже просто с ним находились в контакте теперь они страдают из-за этого представляете какая получилась цепь если здесь где-то вот до вот этого парня опубликовавшего у себя на своей странице это интервью если вопросом как бы не возникает все понятно то дальше уже вот эта вот связь с этим человеком просто кто-то с ним дружит там на телефоне кто-то у него прописан и так далее представьте уже здесь они просто попали под раздачу просто под вот этот замес и не исключено что теперь и дальше вот это вот этот круг будет еще и дальше увеличиваться я для чего это вам привел надо просто понимать что такое происходит и с учетом того что это конечно полный беспредел это ни в коем случае никак не оправдывается то что они под замес пустили людей просто как-то знакомых с этим человеком это конечно полный беспредел но это происходит и нужно с учетом того что такие вещи происходят и потом очень сложно что-то доказывать тем более во во Франции бороться с этим сейчас очень сложно потому что французские власти теперь плюют на собственные законы на решение собственных судов вспомните историю с Гадаевым который был депортирован вопреки решению суда то есть бороться за спасение теперь такого человека будет очень сложно и с учетом этого надо свои какие-то контакты свои свое поведение все это нужно в общем на это обращать внимание и и родителям у кого там дети подростки тоже нужно на все эти моменты обращать внимание человек может попасть под замес не будучи сам абсолютно не опасным там не разделяя никаких допустим вот этих вот произошедших каких-то вещей без всего этого он может попасть под замес просто потому что он где-то перевел какую-нибудь смешную сумму допустим этому человеку как у нас это часто бывает это все реальные ситуации я сейчас не не накидываю просто на вентилятор я реальные вещи говорю я знаю кейсы когда два парня дружат один другому говорит слушай я там такому-то должен 20 евро ты не мог бы ему на карту скинуть если у тебя есть а я тебе в наличку отдаю конечно нет проблем берет у него 20 евро со своей карты кидает этому человеку 20 евро проходит 6-7 лет на тот момент когда он ему кидал эти 20 евро к этому человеку не было в власти никаких вообще претензий но прошло там 6-7 лет к этому человеку появились уже претензии он там во всевозможные списки каких-то там опасных экстремистов террористов загремел и теперь когда этому человеку нужно либо получить там документ либо он гражданство получает либо что-то еще ему говорят так ты вот в таком-то году сделал вот этот перевод размером 20 евро туда почему ты ему это переводил этот начинает объяснять ну вот так попросили а нет мы тебе не верим и все человеку отказывают он тоже попадает какие-то там списки не очень желанных не очень нормальных людей то есть все вот эти моменты их нужно контролировать с учетом того что к сожалению такой беспредел происходит думайте о том с кем вы общаетесь как вы общаетесь куда вы там какие услуги людям оказываете в общем на все эти моменты нужно обращать внимание будьте крайне осторожными и следительными всегда было интересно за все время на чужбине бывали ли конфликты на улице встретив нечаянно сторонников предателей и если были то расскажи пожалуйста думаю что были нет кстати ни разу не было ни разу у меня не было такого чтобы я кого-то встретил и мне там что-то предъявили у меня было много ситуаций когда я кого-то встречал и это всегда какие-то позитивные вещи ну типа либо человек там просит сфоткаться либо просто там делать какие-то пожелания знакомимся там дальше даже какие-то отношения поддерживаем то есть что-то такое было и это не всегда чеченцы это могли быть просто люди там из Азии украинцы русские даже бывало но какого-то вот именно негатива чтобы меня кто-то где-то увидел и что-то мне предъявил или даже там я не знаю жестом палец мне показал ничего такого у меня ни разу не было надеюсь и не будет мне честно говоря этого и не хочется мне это неинтересно да не 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 Субтитры создавал DimaTorzok